Прогулки на свежем воздухе Алексею Грехову заменил в стул у окна. Вот уже целый год 36-летний инвалид с рождения не покидает своей квартиры. После смерти родителей за ним ухаживает родная тетя Валентина Красильникова. В прошлом году вывести Алексея на прогулку ей помогал муж. Он собирал и разбирал тяжелые пандусы. Теперь не может. У мужчины пошатнулось здоровье. Уже в год стоять коляску на приколе, я так понимаю, да? Да, а что толку-то? Мы все равно нам не съехать. По ступенькам приспособления у нас нет никаких. Их пандусы-то есть, но их не устанавливают. Я не умею не устанавливать ничего. Пройти мимо этой семейной трагедии наша съемочная группа не смогла. Накачали спущенные колеса инвалидного кресла, достали запылившиеся пандусы. Чтобы спуститься со второго этажа на первый и установить рельсы, потребовалось примерно 10 минут. Они будут стоять ждать. Я пока их обратно домой унесу на второй этаж, уберу. Потом приезжу с гулянкой опять то же самое. Тяжело, да. Удобно было бы, если бы сделали пандусы. Да, вот эти-то волонтеры-то приезжали. Они говорят, вот такие мы пандусы делаем. Они между собой какую-то здесь штучку делают. Они сдвигаются вместе и в сторону. Вот так отгибаются. Но установить такую конструкцию без разрешения специальной комиссии нельзя. Поэтому уже несколько лет семья Алексея Грехова мается с переносными пандусами. В настоящее время Алексей написал обращение. Мы выйдем на место совместно с департаментом архитектуры, соцподдержкой, департаментом городского хозяйства. И рассмотрим все возможности, проведем обследование. И он будет включен в список, так как у нас достаточно много обращаются лиц для обеспечения им доступной среды. И по возможности будет включен в программу. Комиссия выйдет на адрес уже на следующей неделе. А уже сегодня, пройдя весь нелегкий путь от установки пандусов до спуска инвалидной коляски, наша съемочная группа вместе с тетей Алексеем Греховым смогли сделать ему долгожданный подарок. Он впервые увидел свой двор не из-за стекла в оконной раме. Непривычно. Я давно не выходил. И мне надо привыкнуть. Спустя всего несколько минут инвалидное кресло становится почти гоночным болидом. Алексей без посторонней помощи начинает ловко отталкиваться ногами и управлять своим транспортным средством. Во дворе его встречают давние знакомые. Минутные разговоры, кажется, большего Алексея Грехову для счастья не надо. Вот только жаль, что счастье это зависит от двух металлических полозьев длиной в пару метров. Хочется верить, что совсем скоро Алексей Грехов завидовать каждодневным прогулкам не будет. Павел Волков, Денис Сахаров, Денис Лосев. День в событиях.